Продолжение следует... 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 а лица весело обезвлеченного состояния, и что не способствует спать свободной и не всегда способствует успешной выводной репетиции. В нашем исследовании нас, прежде всего, интересовало, какие стомпуры мозга обеспечивают понимание весеннее лично от репутинга, что мы хотим нам показать разными словами. Это чтение отдельных слов, как выражение рисков, то есть чтение фазисов и восприятие фазисов. Всего хорошо видно, что, в принципе, на этих разных уровнях обработки информации и перечтения в случае нормальной патологии мы можем получить достаточно много различий. И, конечно, имея представление о том, что наши исследователи должны привести к каким-то прикладным результатам, изначально мы оценивали особенности и различия, которые возникают при обработке письменной информации на разных органах, в разных группах с картинками. В частности, в данном обзоре приходятся данные, которые свидетельствуют о том, что уже нам пробуем все эти слов, отдельных шрифтов, букв, символов и цифр, в случае контроля группы и группы людей с особенностями чтения и с нарушением понимания прочитанного, в частности, могут быть различия отзывных активаций. Если вы в целом посмотрите на картинку, то основное, что бросается в глаза, это меньший уровень распространенной степени активации, которые характеризуют именно людей с диспансификами. На поле сложных уровней, то есть понимания предложений и опознания слов, безусловно, у здоровья и у людей с нарушением чтения также присутствуют в своей особенной активации, но есть, безусловно, и зоны, которые характеризуют наиболее жесткие звенья, которые не выпадают у тех, кто пытается читать и поправляется с этим необычным источником. Как правило, для системы, описывающей чтения сейчас, на данный момент, выделяется тот, который находится в водной паре, семенной паре, сочной и отсталочной паре. Это достаточно прочная система и также в связи между ними. Но если говорить про нормальную патологию, то, как правило, между нормой патологии, например, дислексии и нормально читающей семью и взрослыми, отлично чаще всего находятся в нижневодной извилине, в нижней тениной тольке, и в ретенообразной извилине относятся к системе опознания слов, то есть это структура, отличающаясь на опознание слов, предпринимающаяся участие декадирования. Соответственно, слов по патологическому русскому. На данный момент, в исследованиях, посвященных речи, и вообще, в принципе, в том числе и письменных речи, существует так называемая теория в равных путей. То есть можно определить два пути обработки информации речевой. Это непосредственно дорсальная технологическая система, которая называет еще неприятным доступом к эритическому значению слова, и неприятная фотографическая система, которая подразумевает достаточно короткий путь понимания, скажем так, слов и полученной информации, без дополнительной информации. В нашем исследовании, что нас вообще интересовало? Про патологию все достаточно понятно. Нас интересовало, существовали какие-то различия, которые будут характеризовать здоровые люди, и с нормальной магией, с нормальной памятью, и с нормальными особенностями развития, но при этом они будут отличаться по уровню предмонятия. Как сказал моя коллега, в оперативе группы студентов в исследовании приняли студенты с первого числа курса в ВУЗа Санкт-Петербургского округа. С ними брали психологические исследования, в результате которых были выделены две группы с крайним значением понимания очень хорошего текста и не очень хорошего понимания прочтенных текстов. Они были участвовали в том числе исследования, и мы представляем их в результате философии. В количестве словочистов рассмотрелось ребята, которые не очень хорошо понимали прочтенные тексты, на село рассмотрели эти 12 человек, в 7 часов было 14 человек, им предлагалось условие выборное исследование читать тексты, фразы, слова и квазислова. Придом для того, чтобы контролировать процессы дополнительных заданий, им предлагают задание дискриминации, то есть во время чтения текстов они должны были впоследствии ответить на вопрос, во время чтения фраз, уменьшилось небольшое количество фраз метафорических, которые нужно было дискриминировать на обычных, при чтении слов определять жгое или не жгое, чтение базы слов опять в небольшом проценте добавление обычных слов, нажимать на круг в случае, если угол слова и повозят слово на определенное нажимание. Мы предлагали испытуемую блоковую параллельбу, то есть задание предполагало приблизительно 30 секунд выполнения одного из предложенных задач, перемеживающихся с моментами формовых составлений, и эффект с активизированным непосредственно на верхней части. И что получилось? На самом деле получилось очень интересно. Получилось, прежде всего, что при общем анализе оборговой активности, изменения полосы динамом, то есть герметичного ответа, на всех заданиях мы получили, как и я, собственно, предполагалось, сравнение с фоном, активацию темно-заполочных властей АКГ, а здесь представлены пока только 70 точных властей. Все отличия, которые мы получили, здесь предъявлены достигающих часов. Они были выражены лучше, качественнее, и прошли все уровни коррекции для того, чтобы нужно было посмотреть на уровень достоверности. Что касается словочных создателей, они в отличие были предъявлены. Однако они были выражены гораздо меньше, и имели меньше распространения. Среди тех заданий, которые мы видим, наибольшую уровень мотивации можно сказать, что был фа в сравнении с фоном, потому что зона мотивации была больше, чем в остальных властях. Независимо от того задания, в котором испытуемы и исправлялись в данном случае хорошие штицы, но и штицы, как и называли слабыми, в расследовании активация затылочных коррекций и трезвых монолизаторов, а также вторичных и первичных коррекций и зрительный монолизатор, и вообще затылочные коррекции, и слева, и справа. Так или иначе, эта система очень важна для тех процессов, которые связаны с чтением и непосредственно с красным опытным стимулом. При непосредственном сомнении заданий между собой мы также объяснили, что фраза, является религирующей по распространению этих активаций, которые были получены, зоны точно так же семисотылочные, и у группы слабых штицов между заданиями различий полученных элементов. Само по себе это говорит, что те активации, которые возникали, и те процессы, которые проходили, у них были менее интенсивно выражены, чем у группы семи штицов. Мы предположили, что это связано с меньшей чувствительностью к дефилизацией тех заданий, которые у преподавались. Так как отличия были получены достаточно слабых групп, мы проанализировали между собой две группы испытуемых на основе зоны интереса, которые были выделены по литературным источникам. И, собственно, непосредственно описывались в литературе, как сопряжённые с пониманием врачей, ну, либо пропуской симатической информации в процессе четыре. И в этой ситуации, опять же, результат, который был получен, достаточно попутен, потому что отличия между группой получены от группы. Получены небольшое количество зон, хотя действительно продолжаются, но основными зонами основными эффектами, на которые следует обратить внимание, является система лингвальная, извилина, скажем так, находящаяся на дальность темидовой височной кары, супрамаргинальная, извилина непосредственно в верхней части, и верхняя височная вислина, в этих зонах было получено отличие. Что любопытно? Любопытно, что у хорошо читающих, испытываемых, хорошо понимающих активация на праздник была выше, чем у плохо понимающих, причиненные тексты, а у тех ребят, которые мы считали слабыми членцами, у них активация во всех трех зонах интереса оказалась выше намного за слабым. То есть, происходило что-то непонятно. Похоже, они лучше пытались опрабатывать именно, точнее, лучше пытались опрабатывать, а как-то задания сквозят слагами, вызывая большую активацию, и, по всей видимости, больше повышения выполнения задачи. Почему? Наверное, мы можем сделать вот Значит, основные различия переполученные для группы сильных членцов выражены более сильнее, чем у группы слабых. Как мы представляем, с меньшей чувствительностью слабых членцов для реализации тех заданий, которые мы предположим. Более того, уровень ситуации, если вы посмотрите на значение красных столбиков, при фоновом даже задании у группы слабых членцов был достаточно высоким практически во всех своих интересах и, соответственно, отличался к остальным, кроме как-то приквозитов. Помимо группы сильных членцов также непосредственно были связаны с интелацией той системы, которая обеспечивает, как вам кажется, декадирование достаточно быстрое, без учетов ну, скажем так быстрое и психическое. И основное, что мы получили, это то, что при втором анализе при чтении фраз, при чтении фраз, базисов, те различия, которые характеризовали группы сильных членцов и слабых членцов предполагают, что слабые членцы обрабатывали слабые слова несколько иначе. Похоже, они по-другому распознавались слова в отличие от группы сильных членцов, и если их читали и распознавались сразу как нечто неподходящее про слово, то слабые членцы похожи пытались прочитать это так же, как слово, с использованием стратегической причины слов и обращались три секунды, в основном удачу опознавали крипосумственные полетенцы активации и теоретические учреждения отличаются уже на уровне чтения отдельных слов и без семантического компонента, т.е. классика не является основой для того, чтобы продолжить его, прежде всего, потому что различия были получены в группе в норму, и мы можем сравнивать между собой достаточно здоровых людей, но сравнивать понимание почти много. Спасибо большое. за спасибо. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Что касается индивидуально равновесия данных в формах этой исследования, это достаточно такой длительный вопрос. И сейчас мы проводим это сравнение. То есть фактически все заключается в чем? Когда мы проводим групповое сравнение, у нас несколько повышается соотношение ситуации. Когда мы берем гемодинамический ответ внутри одного человека, мы получим в ней этот вопрос. Лево-правая часть, я скажу, не сравнивали. Мы сравнивали реакции на задание и получили разношерстные результаты даже в группе сильвичных ток. Но, что важно, на этот самый правильный результат, который был получен, в прогнозе, в группе сильвичных ток, она у нас оказалась более однородной. То есть ответы были похожи, то есть разные поводные интенсивности, но приблизительно у большинства в одном направлении. Если фраза, значит фразы активируются. Если фиксация, значит они в минимальном уровне активации. А вот в группе сильвичных ток, кроме общего эффекта, то что одиноквазие слова реагируют, мы как бы говорили одновременно, да, с нашей точки зрения, у них по другим заданиям были очень большие дисперсии результатов. То есть каждый человек был крайне один главный. И мы этим все занимаемся. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.